Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Trails of Heroes. Сегодня видео хочу вам показать, надеюсь получится, но если вы увидите это видео, значит получилось. Пример микронастроек, на которых я вам говорил. Один из вид микронастроек, в чем суть. Я хочу увеличить атаку. Если видео вам понравится, будет полезным, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем и каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Итак, 4 ляма атаки и 128 миллионов хп. Запомним этот показатель. Нам надо снизить скорость. Кстати, скорость 2226. Как я это буду делать, друзья? Такие показатели у меня за счет того, что я с сотой картой и поставил уже трех героев превосходства в эту карту. Сейчас я их достаю и буду показывать, что я удумал. Заходим, например, на моего седогрива. У него три отпечатка прокачаны, но не докачана атака. Последний слот скорость. Его я докачивать не буду, так как этот персонаж в данной конкретной игровой ситуации я выбрал его себе в карту УЗ. И скорость она мне, в принципе, не нужна. Теперь нам надо дополнительно получить синьки, чтобы прокачать. И здесь у нас есть, например, Мерлин. Друзья, смотрите, мы заходим в отпечатки и у нее прокачан. Это у меня Мерлин прокачана еще бог знает когда, когда она только вышла. И вот здесь у нее есть плюс 100 скорости. Так как это у меня персонаж в карту УЗ, мне особо не важно ее прокачать, четвертый отпечаток, ульту. Поэтому я сбрасываю, друзья, ей отпечаток. И сейчас за счет этого получу кормежку плюс одну, так как последнюю я качать не буду. Достаем, достаем один, достаем два. Сейчас все достаем отсюда, чтобы потом не надо было сюда возвращаться. И за счет того, что я, друзья, не буду качать последний навык скорости, тоже за счет этого я еще немножко высвобожу себе синьки для прокачки. Возвращаемся в нашу Мерлин. Возвращаемся. Сейчас я быстренько и прокачаю, я пропущу этот момент. И посмотрим, посмотрим, как это все выйдет. Так, друзья, докачал я себе свои настройки. Итого, миллион освободилось у меня синьки от этих всех манипуляций плюс одна кормежка. Это уже позволит мне перекинуть эти материалы в топора, который был без отпечатка. Или же вот чуть-чуть докачать отпечаток седогриву, что тоже атаку поднимет. Так, 400 осталось. Я бы, конечно, в мою игни закинул бы. Но сейчас у нас вопрос поднять атаку явлению. Теперь заходим сюда. Вот благодаря этому я могу прокачать ему ветку отпечатков дальше. Если мне хватит еще поднять ему атаку и хп, это уже будет дополнительный плюс. В аккурат хватило. За счет такой микронастройки, друзья, за счет переброски. Самое ключевое, я думаю, вы поняли. Последний навык. Вообще не надо качать и скорость докачивать. Такой маленький лайфхак. Теперь возвращаем наших персонажей в карту явлению. Так, это у нас был седогрив, была Мерлин и был топор. Стали. Стали три космоперсонажа. И возвращаемся к нашему явлению. Итого, друзья, атака чуть-чуть увеличилась. Но хп хорошо поднялась на где-то на 4 миллиона. Давайте еще раз посмотрю, где я еще скорость могу снизить. Кстати, вот здесь вот, друзья, тоже стояла для тестов скорость атака. Заходим сюда и переставляем. Атака исцеления я поставлю, естественно, на атаку. Атака, скорость атака возьмем, возьмем чуть-чуть лучше показатель. Это раз. Но мне надо, запас есть материалов. Мне надо поймать атака, атака. Мне надо поймать атака, атака. Исключительно, чтобы эти показатели перешли на моего основного персонажа. Выбрать второй у меня слот открытый. Заменить, поставили. И переставили. Стой, 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 стой. Стой, переставили. Это я имею в виду вот так вот. Теперь заходим, заходим и смотрим. Плюс еще, друзья, тоже, если бы у меня была возможность свободно выбирать, какой артефакт, я бы, естественно, не скорость. ХП здесь поставил. А надо, кстати, что-то другое поставить. Энергия нет. Мне бы на атаку что-то поставить. Но ничего подходящего нету в данный момент. Хотя я могу вот так вот поставить и еще атаку усилить. Тем самым еще и скорость убрал. Это у меня стояло на тесты. На тесты лук стоял. Поэтому для карты УЗ это вообще не подходящее. Теперь здесь смотрим. Тоже стоит атака. Здесь атака, атака. Скорость мы снизили. И еще у нас не докачан топор, которому тоже можно было бы докачать все почти до конца. Кроме последней скорости и последнего отпечатка, который персонажу в карте УЗ вообще не принципиально. Они в бою получают минус 40% атаки и ХП, друзья, кто смотрит первый раз. Поэтому особо в ПВП, ПВЕ они не играбельны. Ну, топор играбелен. Он одну функцию выполняет. Он контрит контратаке противника. Так что ему, в принципе, не имеет значения, что у него ХП, атака снижена. Главное, чтобы выживаемость у него была. И он свою функцию будет выполнять. Теперь заходим и смотрим, друзья. Атака у меня увеличилась на 200 тысяч, но ХП на 2,5 миллиона снизилась. Так как мне больше интересен ПВЕ контент, друзья, вот такими нехитрыми просто манипуляциями, переброской материалов я добился того, что у меня явление 4,2 миллиона атаки имеет. Друзья, надеюсь, принцип вы поняли микронастроек. То же самое касается и шмоток на наших персонажах. Им можно тоже чисто атаку и ХП во всех шмотках попытаться поймать. В идеале здесь поставить не шар, а в самом-самом идеале арбалет, потому что у него самые выгодные показатели. Друзья, для персонажа, которого мы можем поставить в карту УЗ, что имею в виду, заходим в артефакты, смотрим его арбалета. Атака 30% ХП 20. Для персонажа в карте УЗ это было бы просто идеально для переброски на нашего основного персонажа. И за счет этого я бы еще, думаю, до 5 миллионов я бы смог разогнать свое явление в атаке, что было бы очень существенно. Можно, конечно, здесь еще урон крита, крит убрать, но это пока оптимальная настройка. Надеюсь, видео вам будет полезным, друзья. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Делитесь информацией, возможно, вы знаете еще какие-то способы микронастроек персонажа. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, всем бобра добра и до встречи в следующих видео.